Что я делаю вообще? Я захожу в Яндекс, ищу то, что мне надо. Ну, допустим, давайте возьмем духи. Духи Армель, Вояжде Амор, да, например, новые духи у нас вышли. Кто уже о них знает, вот, возьмем их, Вояжде Амор. Ну, вот, к примеру, вот такие вот у нас есть флаконы. Давайте вот этот вот черный или красный возьмем. Так, нам нужно разрешение побольше размером найти. Вот. Ну, вот, например, Монте-Карло, да, возьмем разрешение побольше. Сохраняем себе на компьютер эту картинку. И она у вас сохраняется вот на рабочем столе. Когда у вас будет установлен фотошоп, будет установлен вот такой вот значок. Вы просто перекидываете в этот значок фотографию, и она у вас открывается. В самом фотошопе. Так, сейчас покажу, как бы я вот сейчас вырежу вот этот вот белый фон, который нам не нужен. Вот у нас лупа. Я увеличиваю. Смотрите. Видите, у нас появляются такие квадратики. Это называются пиксели. И есть очень удобный у нас такой инструмент. Называется инструмент прямо линейное лассо. И инструмент лассо просто есть. Вот эти вот два инструмента помогают выделить ровно наш объект. Мы просто идем по контурам. Мы увеличили, появились у нас квадратики, но мы видим, да, флакон наш. И мы идем. Начинаем выделять по тени нашего флакона ровными линиями. Вот. Где неровные линии, мы маленький шажок делаем на выделение. Так, здесь у нас ровные линии. Мы можем в длину просто так ползунок протащить. И дальше мы маленькие участки, маленькими опять линиями, маленькими шажками выделяем. Так, здесь у нас ровная линия идет. Здесь. Так, здесь у нас тоже. Так, мы идем по тени, как я уже говорила. Вот он, наша тень. И мы идем по этому контуру. Вот у нас. Это вообще на самом деле ювелирная работа. Не у всех хватает нервов это дело, честно сказать. Когда я только начинала учиться на это, я несколько раз бросала вообще этим заниматься, честно сказать. Мне нужно было что-то быстрее. У меня это раздражало, то, что все так медленно. Вот, а на самом деле, в принципе, если руку набить, не спешить, то очень даже отлично все будет получаться. Так, выделяем мы. Выделяем, выделяем. Вот так вот. Плюсом и минусом вы можете регулировать. Регулировать увеличение и уменьшение на клавиатуре плюс-минус. Вот, вы можете регулировать. Так, что у нас тут за полоска? Ага, вот она полоска. Я ее ищу. Вот, смотрите, точка наша, где мы начинаем, и на нее мы заканчиваем завершение. Вот, видите, кругляшочек рядом такой появляется. Уже не увеличивается. Сейчас. Вот, кругляшочек такой рядом появляется. Вот, ему просто щелк. И, видите, у нас выделение происходит. Ааа, блин. Капец. Все. Если плюсом, минусом не регулируется увеличение и уменьшение, то берите, используйте вот эти вот инструменты. Вот, видите, лупа. Слева внизу инструмент, масштаб. И вот вверху, в левом углу, плюсик и минусик. Вот, ими регулируйте. Что вам нужно. Смотрите, у нас получается вот такое вот выделение. Мы этот объект полностью, получается, с фона выделили. И что нам нужно сделать дальше? Мы нажимаем Ctrl-S. S английская. Как S русская. Вот, мы нажимаем. Ctrl держим и S нажимаем. Чтобы вырезать этот объект с этого фона. Дальше мы идем. Надо было мне карандашик включить. Что-то я не подумала сразу. Чтобы выделять, показывать где. Вот, смотрите, в правом нижнем углу создать новый слой у меня высветилось. Вот, мы нажимаем на него. Создаем новый слой. И теперь мы нажимаем Ctrl-V, чтобы вставить этот объект. И, смотрите, у нас здесь справа глазики такие появляются. Мы нажимаем на глазик с замочком. Видите, у нас напротив фон написано и замочек напротив стоит. Мы нажимаем на этот глазик. И, посмотрите, у нас вырезанный вот такой четкий флакон Монте-Карло стоит. Полезно? Все понятно, девчонки? Пишите пока в чат. И, смотрите, вот этот вот квадратик тоже, инструмент рамка. Он вырезает. Выделяете и вырезаете, насколько вам нужно. И нажимаете Enter на клавиатуре. И получается у нас вот такой вот квадратик. Чтобы остался он у нас на прозрачном фоне, его нужно сохранить в формате PNG. Заходим в файл. Сохранить как. Выбираете папку, куда вы хотите сохранить этот объект. Подписываете, что это у нас за аромат. Монте-Карло, да, например. И вот здесь от тип файлов мы ищем формат PNG. Видите, написано. И в этом формате мы сохраняем вырезанный наш объект. Нажимаем Сохранить. И на рабочем столе, вот смотрите, он у нас появился. Уже на прозрачном фоне сохранился этот флакон Монте-Карло. Картинку мы можем теперь удалить, она нам не нужна. Мы будем использовать вот этот флакон. Смотрите, это самый сложный способ я показала. Потому что это вырезается на тех фонах, с которых очень сложно отделить. Флакон, который нам, допустим, нужен, да. Или объект, который нужен. Кто-то свою личность вырезает на фотографиях и вставляет с флаконами где-то кролик. Хотела кроликам сказать. Кроликам. Вот. Кто блог, допустим, свой на ютубе ведет, тот делает вот так вот. Вырезает. Следующий способ есть. Можно скачать картинку на белом фоне. Пишите в чате предложение, что мы скачаем, какую с вами картинку вырезать. Что-то на белом фоне нам нужно. Так, что у нас есть на белом фоне? Ну, допустим, давайте цветы на белом фоне. Первое, что в голову пришло, можно применять это абсолютно на любую тему. Так, цветы на белом фоне. Так. Так. Давайте самый простой такой цветок возьмем. Сохраним его и точно так же мы его забросим в фотошоп. Открывается у нас вот такой вот цветок и мы переходим к инструменту. Для меня он самый наипростейший инструмент, который есть в программе фотошоп. Называется он инструмент волшебный ластик. Самый наипростейший инструмент. Я его просто обожаю для быстрых выделений. Вот мы выбираем инструмент волшебный ластик и мы просто кликаем по белому фону. Смотрите, что происходит. Этот инструмент сразу же убирает белый фон и делает наш цветок на прозрачном фоне. То есть нам не нужно выделять и выводить, как мы делали предыдущий флакон. Мы элементарно вот так вот быстро выделили. Ну, это простой способ, как я говорила, когда объект на идеальном фоне сделан. На белом, на фиолетовом, допустим, на однотонном тоне. Тогда можно его применять. Он идеально ровно вот так вот вырежет объект и сделает его сразу на белом фоне. Также мы идем в файл «Сохранить как» и в формат png «Сохраняем». Он у нас также сохраняется на нашем рабочем столе. Вот так вот. Так, и еще третий способ. Давайте мы... Что мы возьмем на третий вариант? Звук есть? Перезайдите. Звук должен быть, потому что я ничего не меняла. Если нету звука, перезайдите, ребят. А сейчас есть звук? Есть звук, ребята. Ребята, есть звук? Напишите, звук есть? Нормальный звук. Ну, как бы я запись делаю. Запись тогда пересмотрите, если что-то пропустили. Видимо, комната барахлит. Потому что я смотрю, вы пишете, нету звука. И сразу я завершила и опять перезашла, и звук появился. Паузунок сразу заиграл то, что есть звук. Так, едем дальше. Я писала, какую мы картинку с вами... Говорю я, какую картинку мы возьмем, чтобы показать вам третий способ, как вырезать объект. Ну, он будет посложнее, конечно, этот способ. Самые простые, это первые, которые я два показала. Так, что нам нужно еще? Какой мы еще возьмем картинку какую? Так, а что у нас входит в Монте-Карло? У кого под рукой есть? У кого под рукой есть, что входит у нас в Монте-Карло? Что-то у меня это... Все в офисе, нету ничего под рукой. Посмотрите, девчонки, состав, что входит у нас в Монте-Карло. Мы сейчас выберем цветочки, которые в него входят. Так, все, я нашла, что в него входит. Перец, лаванда. Сейчас мы... Так. Что-то интернет и правда плохо работает. Так, лаванда. Так, лаванда, лаванда. Какую нам лаванду выбрать? Так, лаванда на белом фоне. Сейчас мы попробуем. Так, ну давайте возьмем... Так, нет, здесь какой-то логотип чей-то написан. Так, здесь тоже. Так, возьмем вот эту лаванду. Так, лаванда в него входит, да? Что еще тут? Перец, ладан, сандаловое дерево. А ну-ка, сейчас посмотрим. Сандаловое дерево. Ну, мы можем, в принципе, не обязательно прям дерево брать. Можно какой-нибудь кустик, такой лепесточек. Вот, сохраняем как. И так же закидываем в фотошоп. И сейчас я вам покажу третий способ. Конечно, он посложней. Конечно, для кого-то он посложней. Что-то это... Формат прям размытый какой-то. Так. Смотрите, мы идем в инструмент пластик. И вот здесь, видите, у нас справа замочек такой. Мы на него надавливаем. Видите, у меня появляется замочек побольше. И вот здесь внизу, справа, корзинка. Мы просто несем этот замочек в корзинку и делаем обычным слоем. Снимаем замок с него, чтобы можно было редактировать этот слой. Вот, инструмент ластик. Вот здесь мы размер ластика можем менять. И мы белый фон вокруг, вот этот белый фон, убираем. Убираем вот этот вот весь белый фон, который у нас здесь есть по краям. Здесь вот можно непрозрачность менять. Это насколько жестче и быстрее будет кисточка работать наша. В каких-то случаях надо, чтобы она хорошо работала. Вот видите, сейчас я плотность увеличила кисточки. И она лучше убирает белый фон по краям. Так, вот смотрите, мы, получается, от белого фона также отделяем. Увеличиваем. Ближе, ближе, ближе делаем. Вот у нас тоже квадратики получились. И вот везде, где белые вот эти вот пятнышки, нам нужно их убрать. Мы идем обратно в инструмент ластик. Делаем кисть уже размером поменьше. И начинаем здесь ближе уже стирать тоже. Стираем. Ну, не до конца так же, потому что маленькие участки мы можем стереть сам цветок. Маленькие участки мы кисть еще меньше делаем. И увеличиваем объект. Тогда только мы стираем участки возле самого прям цветка. А сейчас мы рядом с ним стираем вот это вот, что находится прям близко-близко. Передвигаемся. Белое-белое все мы убираем вокруг. Насколько наша кисточка достает, настолько мы и стираем белый фон. Так, вот тут. Так, сейчас я уменьшаю нашу картинку и смотрю, где у нас еще белые разводы остались. Вот, можно так вот их подубирать немножко, эти белые разводы. Чтобы видеть рисунок у нас бледный и белый фон, чтобы видеть его лучше, можно сделать новый слой. Вот здесь внизу, где я показывала, справа внизу, создать новый слой. Вы на него нажимаете и вниз его перетягиваете. Видите? Вот, вниз перетягиваете, и этот слой один у нас внизу получается. Идете в инструмент заливка. Вот, видите, у нас такой инструмент заливка. Выбираем его. Выбираем черный фон. Вот, видите, у меня образцы цветов. Я выбираю черный цвет и просто навожу сюда на фон, где у нас этот цветок, и делаю заливку этого фона. И видите, сразу отображается, все неровности отображаются на этом цветке, который нам нужно устранить. Мы идем обратно в инструмент ластик. Увеличиваем нашу кисть. Так, стой. Переключаемся здесь справа, опять на наш цветок слой 0, где написано. И идем стирать. Вот эти вот все неровности, которые у нас вокруг происходят. На черном фоне их лучше видно. Вот, и мы идем просто стираем вот эти вот неровности все вокруг. Вот, стерли. Все это мы делаем нашим инструментом ластик. И теперь мы эту картинку увеличиваем. Пока, видите, у нас квадратики не появились. Опять берем этот инструмент, ластик, и уже регулируем нашу кисть размером поменьше. И все. Вот так вот мы идем дальше вокруг. Вот это вот самый сложный способ. Я считаю, если этому способу научиться, другими уже не будет сложно пользоваться. Вот, и идете теперь вблизь-вблизь вот этого всего. Ближе. Вот видите белые участки, которые? Вот, я их стираю. Вот, стираю эти все белые участки. И так мы идем дальше. Все вот эти участки мы стираем, чтобы наш объект преображался, становился красивеньким. Так, смотрим, что у нас получается. Посмотрите, у нас уже вырисовывается цветочек такой красивый, отделенный от белого фона. Где я вижу неровности, опять же, я кисть увеличиваю и их немножко подтираю. Так, увеличивая опять, насколько только можно, вы можете еще сильнее увеличить. Тогда более четче у вас вырисовка получится этого объекта. Кисть можно уменьшить еще, там, насколько получается. Вот, видите, и мы белые квадратики вот эти убираем. Оставляем зеленые квадратики, увеличенные эти пиксели. Белые квадратики мы убираем. И у нас остается участок нашего фона. Вот они, наши белые участки. И мы их убираем. Так, стираем. Так, стираем. Квадратики, видите, как у нас уходят сразу. Так, я уменьшаю и смотрю сразу недоработанные которые еще участки. Ну, вы видите, да, как преображается у нас наш рисунок. Это вообще ювелирная работа. Я же говорю, ювелирная работа у нас получается. Не у каждого нерва хватит этим заниматься. Многие думают, попросили сделать там что-то. И человек должен за один день сделать. А у фотографов, у редакторов может на эти работы, тем более если они объемные работы, уйти целые месяца на обработку. Вот даже в компании у нас выходит там рекламная продукция, новые флаконы, там еще что-то. И все так думают, что ага, сейчас этот редактор наш за один день все сейчас набахает, сделает. Вот, а это на самом деле очень огромная ювелирная работа. Все это нужно доработать. Каждый вот этот вот квадратик проработать. Убрать ненужный оттенок, ненужный фон. Можно даже выбрать образец из квадратика. Нашего фона. И дополнить какие-то клетки, вот эти вот пробелы, где белые. Можно дополнить этим цветом, например. Вот видите, я образец взяла цвета. И где у меня белые, я могу дополнить их другим цветом. Образцом другого цвета. Это на самом деле очень-очень ювелирная работа. Такой ювелирный процесс. Как бы быстро ничего не делается. Даже те же самые фотографы, кто нанимает фотографов. Профессиональный фотограф до месяца обрабатывает фотографии. Котяра тут пришел мне на ноги, развалился, лечит меня. Да, котяра мой. Ну, на черном фоне, конечно, это очень сильно выделено. Сразу все дефекты видны. А если, конечно, на каком-нибудь сереньком фоне это делать, то уже он будет сливаться с этим сереньким фоном. И уже не настолько будет это выделено и видно. Давайте фон заменим. Допустим, на серый, на какой-нибудь. Вот он, фон наш. И уже эти дефекты не так будут заметны. Что-то можно, конечно, доработать, доделать. Вот этот вот участок убрать. Так, не то. Так, сейчас. Так. 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 Так, ну это примерно. Так, мы отделили от фона. Теперь мы нажимаем Ctrl-A, чтобы выделить наш ваяж. Ctrl-S мы нажимаем, чтобы вырезать его. И Ctrl, ну, создаем новый слой. Лучше создать новый слой, чтобы можно было его потом редактировать или удалить. Мало ли что-то не получится. Вот, создаем новый слой. Можно его подписать ваяж Монте-Карло. Ну, это примерно. И мы Ctrl-V нажимаем, чтобы вставить. Ctrl-T английская, чтобы переместить или трансформировать этот флакон. Размером, например, меньше сделать. Или больше увеличить, сделать размером. Так, вот так вот мы оставляем наш флакон. Он, видите, у нас получился поверх цветка. Чтобы переместить цветок вверх, вот этот слой 0, мы просто перетягиваем наверх. И у нас уже получается вот такой вот цветок. Так, и так же мы делаем. Ctrl-A выделяем. Ctrl-S копируем. И Ctrl-V вставляем. Вообще, обычно новый слой появляется с новым вставленным файлом, который мы вставляем. Ну, лучше всего создавать его самому. Потому что бывает, что он не создается. Вот. Как бы вот так вот у нас может получиться какая-нибудь картинка. Ставить, выбирать мы можем там по-всякому подставлять. Вот такого что-то плана, стиля. Трансформировать больше, меньше. Так, делаем вот так. Цветочек наш тоже можно сделать размером поменьше. Вот так, например. Ну, это я примерно показываю, а вы на свою фантазию уже можете выбрать все, что угодно. Так, что тут у нас еще? Опять у нас пропал звук. Что ж такое? Так, и следующее мы можем что-нибудь простое такое добавить. Даже элементарно вот эту стружку взять, добавить. Мы ее сохраняем, опять же, на компьютер. Photoshop. И давайте мы самым простым инструментом воспользуемся, ластиком. Отделяем от фона. Опять, ctrl-a, ctrl-s мы вырезаем и вставляем сюда. И у нас вот примерно что-то вот такое вот может получиться. Вообще, мне нравится делать картинки с фруктами, ягодами. Они очень оригинально, классно смотрятся. Картинка может получиться любая абсолютно на вашу фантазию. Ну вот мне все равно кажется, что сюда ягоды надо добавить. Хоть они и не входят. Перец, перец. Давайте перец добавим. Там написано, что перец в него входит. Можно или перец чили добавить, или обычный перец. Там же не написано, какой именно перец входит. Вот мы сейчас яркости придадим. Вот мы, опять же, берем этот самый наш волшебный пластик, инструмент простой. И выделяем. Где у нас остались дефекты, вы можете точно так же нажать на эти дефекты, где ластик. И он уйдет. Все, ctrl-a мы выделяем, ctrl-s копируем. Возвращаемся на наш фон. И ctrl-v мы вставляем. И, ну, что-то примерно вот такое мы можем сообразить. Прикольно будет. Так, что-то такого можем плавно сделать. И уменьшить цветочек. Вот, уже совсем у нас другой эффект получился. Перец можем немножко с нахлёстом спрятать за наш флакончик. Будет вот так вот эффектно выглядеть. Также можете или внизу, или вверху написать название нашего флакона. И выложить в ленту уже на страничку такой оригинальный красивый флакон. Сюда можно любую абсолютно продукцию вставлять. Ну, только как я делаю, я смотрю, что входит в наш аромат. И в интернете ищу эти компоненты, которые входят. И уже накладываю на фон к этому флакону. Тогда оригинально и красиво смотрятся они обычно не так, как у всех. Слышно меня? Вроде звук есть. Ну, сегодня я много не буду затягивать. Я решила давать по чуть-чуть вам информацию, чтобы в голове она переваривалась. Разговаривалась. Вот. Потому что если я сейчас всем сразу дам темы, они не возьмутся в голову. А лучше делать какие-то этапы постепенно. Ну, естественно, если что-то непонятно, мы можем сделать разбор ваших ошибок. Также мы можем собраться и провести разбор над вашими ошибками. Что будет непонятно, я также могу демонстрацию экрана запустить. И мы уже с вами наглядно разберем любую тему, которая вас интересует. Все, девчонки, я буду закругляться, а то у меня начинает уже голос пропадать. Запись я сейчас выложу на YouTube. Потом скину вам запись в чат. Спасибо, девчонки, кто пришел, у кого получилось выбраться. На связи. Если у кого-то есть какие-то темы интересные, что бы вы хотели разобрать, что-то у вас крутится в голове, что вы не можете сделать, можете мне написать эту тему, и мы ее с вами разберем. Всем пока-пока.